Доброе утро! С добрым утром! И ночь была так себе, нормальная. Ну, малыш замечательный. Просто он решил, что где-то около 10 вечера, он решил, что время проспаться и просто гулять. Он не плакал, он просто смотрел и всё такое. И где-то так вот до часа 30 мы с ним гуляли. И потом он наконец-то заснул. Сейчас он спит. Папа вчера девчонок взял в магазин младших, купил им новые пижамы, новые купальники. Такие американские. Он их навешал на лампочки сегодня, потому что скаролит не любит, когда свет горит ярко по утрам. Он их так закрыл, так сказать. В общем, дети пошли в школу. Дэнни их отвёз. И сейчас он мне чистит мой субборбон. Я вижу, что он там пылесосит, что-то там вычищает, поставит туда мне корсит. Уже приготовит, чтобы я могла его использовать. Он хочет, чтобы это всё было чисто для бэби. Не совсем вовремя, но лучше позже, чем никогда, правильно? В общем, пошла я чай пить. Итак, мой первый выезд после рода. Со мной тётя Лиля. Джашек там. Тренинти уже на заднем месте. Папа, короче, переделал сиденья. Джашуа у нас уже какает, писает, как молодец. Так что, это самое. Едем на проверку, надеемся на хорошие результаты. Тётя Лиля развлекает нашу тренинг. Читает, мы ждём доктора. Масика уже взвесили. Мы набрали весе аж 2,5 аунса. Мы ещё, конечно, не набрали весе того, как мы... Тот вес, которым мы родились. Но ничего, мы работаем над этим. В общем, ждём доктора, что он скажет. Сидим в лаборатории. Где там Лиля? Не вижу. Лиля там развлекает. Тренинти убегает от нас. Мы это самое ждём, чтобы анализ сделать опять. Вот ножку ему подогревает такими штучками. И будут брать кровь. В общем, бебик у меня просто золотой. Ему пяточку прокололи, он даже не пикнул. Он соску сосал. Потом это самое. Давай ему давить кровь, выдавливать в пробирку. И это самое. Он, ну, квакнул, может, пару раз. И заснул. Ну, долго они это самое выдавливали. Я слышу Тренинти орёт. Я так, о-о. Мне медсестра говорит, это ваша. Говорю, звучит как моя. Я говорю, хорошо, что... В общем, она сестре там устраивает. Она там удирать собралась. Зато Джашек нормально себя ведёт. Сейчас спит. Едем домой, потому что Лиля будет ехать за мамой на работу. В общем, мы пришли домой. И Тренинти устроила истерику. Она не хотела идти домой. В общем, не хотелось куда-то, наверное, опёртись. Но это самое. Лиле надо было бежать за мамой. Потому что она на её машине приехала. Маму отвезла на работу и приехала ко мне помогать. В общем, это самое. Лиля убежала. Тренинка всё истерила, истерила. Потом, наконец-то, ко мне пришла. Села со мной. Мам, теперь близко было. О, мой гадненький, это очень круто. Так, мать, мать. Я там детские принадлежности выгребла. Она теперь их разбирает. Это... Мам, Дэнни пришёл. Она там истерику с ним начал закатывать. Мам, мам, мам. Мам, мам, мэй. В общем, очень она эмоциональная сейчас. В общем, это нормально. С новым братиком. И малого ношу. И пытаюсь болтать. Так что вот такой день у меня с двумя детьми. Sure, why not? Наконец-то она в лучшем настроении сейчас. Итак, сегодня впервые я везу обоих двух детей забирать четырех. В смысле? Это самое. Везу Триню и Джошуа в школу за детьми. Думали, что может Лиля сможет подъехать Но они с мамой сделали большое дело. Они разобрались с маминой страховкой. Ездили в центр Толсты, там, где я вечно теряюсь. И все сделали, и интервью прошли. Что это такое? И, в общем, все для меня это важнее. Так что, тем более, Джошик спит. Кстати, позвонили нам. Билли Рубин начал падать. Так что доктор сказал, можем больше не проверять в данный момент. Продолжайте кормить, как вы его кормите. И это самое. И увидимся в понедельник. Так что в следующий понедельник мы пойдем проверим его вес. Поехала. В общем, Габриэл забрал Скарли. Это самое. Джошуа был молодец. Спал все это время. Никаких этих самых капризулей. И тут начал капризничать. Девчонки бегают еще на тренировке. Так что, я не пустила на площадку своих. Потому что треньку я носить не могу. Если она будет там это самое что-то творить, я не смогу с ней ничего сделать. А на Габриэла, я не знаю, не хочу полагаться. Плюс мокро после вчера. Да и сегодня какой-то такой день. Я так поняла, будет опять шторма. Даже... Ну, в общем, не знаю. Что-то я не пустила. Может, надо было. Не знаю. Это самое. Но надо теперь убивать время. Ждать девчонок. Вот я катаюсь вокруг школы. Чтобы Джошик не плакал. Потому что он начал немножко капризулить. То я начала ездить, и он успокоился. Там Габриэл. Если что, он помогает. В общем, мальчики сидят вместе. Тренька сзади со Скарлетт. Что больше? Ну, в общем, приехала я домой. Одна. Второй. Я не планировала, что у меня Тренька заснет. Ладно, будем разбираться. Анжелика на репетиции по пению. Но, по идее, Дэнни должен ее забрать. По идее, меня... Ой, у меня голова болит. Взяла уже наркотическую таблетку. Потому что бипрофин просто не помогал. Кто-то пластнулся. Кстати, все, присасывается к груди. Уже хорошо. Так что я на обе стороны. Так что, слава Богу, мы работаем над этим. Потому что мне, конечно, бутылочки эти пампить не совсем нравятся. О, моя сладкая. Я тебе рассказала. Кстати, читаю эти новости про Кемерово, да? Про этот пожар. Я обычно, знаете, пытаюсь не вникать в такие вещи. Потому что это, когда начинаешь вникать, переживаешь и все такое. А тут все-таки прочитала статью. Блин, дети, бедные дети пишут перед смертью. Они уже понимают, что они будут умирать. И это самое, это, конечно, страшное. Родители пустили их иметь фан. Ну, веселиться. И такая трагедия. Это просто, конечно, страшно. Мои соболезнования всем переживающим там. Это нелепая трагедия, которую могли бы предотвратить. Это столько совсем невинных жизней потеряно. Итак, многие меня спрашивали, почему Scarlett плакала. Она боялась одержать Джошуа. Сегодня она осмелела. Посмотрите, какая у нас большая сестричка. Держит братика. Помните о друге, которым я рассказывала? Анжелика ходила хайкать на гору. Это самое. Типа друг, который сейчас... Я уже сказала, что она ему нравится. Все такое, бла-бла-бла. В общем, он на каникулах ездил в Сент-Люис. Подарил ей подарочек. Сейчас... Анжелика, show off you. Look! Hold on, hold on, hold on. His phone is retarded. Just give me a break. No. I can't pay for all your phone is being stupid. Does he have a name? Uh, not yet. I can't think of one. Happy Feet it is. Wait, hold on. Goodness gracious. I'm so, so sorry. My turn. What about the candy? I thought that was candy. No, that was dad, because I'm on a period, so... What the... Y'all, people are gonna need to know that. Okay. No, too much... TMI, TMI. That's what it is? Too much information? Okay. Whatever. Okay. Hurry up, Josh. Losing his binky and gonna get cranky. Okay, anyways. So. Um. Давай. I'm my boyfriend, Ricky. Oh, is that boyfriend? No. Is that a hushel? Well, it's... We're gonna date. Anyways, but he went to St. Louis, and he got me, he surprised me, with, like, a penguin. And it's super cute. And this cool keychain, and it's, like, of the St. Louis ours. And it's actually crazy, because, like, he told me, he's like, I got you something. I was like, oh, okay. And, like, I didn't know what it was. But then, like, in my head, I didn't tell him what I would want, but if I did, I would want a keychain, and a stuffed animal. And then, like, before that, when he told me, he actually asked me what my favorite animal is. And I was like, it's a penguin. And I got him a penguin. And a keychain. It's love. It's love. It's love. Продолжение следует...